Дешево не значит плохо. Самарские ученые усовершенствовали тренажер для пилотов и водителей и при этом сэкономили. Охота на нелегалов. Силовики провели спецоперацию в Кировском районе Самары. А зори и закаты здесь тихие. Шумных соседей накажут рублем. Шесть лет от идеи до изобретения. Столько времени у аспирантов с ГАУ ушло на тренажер, который нужен и военным, и пилотам, и даже геймерам. Его уникальность в начинке, которую придумали и собрали в аэрокосмическом университете. Аспиранты планируют вывести свое изобретение на рынок и уже нашли потенциальных покупателей. Валерия Макарова одной из первых увидела опытный образец и испытала свою устойчивость на тренажере. Симулировать полет Боинга на земле, управлять танком или легковушкой умеет вот эта конструкция на шести подвижных опорах. Ее называют платформа Стюарта. Она лежит в основе аттракционов на виртуальной реальности и тренажеров для водителей и пилотов. Аспиранты с ГАУ первыми в России внесли изменения в классическую конструкцию платформы. В торговых центрах вот эти развлекательные все тренажеры, они сделаны на электроприводе. Но это имеет свои недостатки. Во-первых, это все дорого. Гидравлика и электрика, к тому же электрика, она чувствительна к перегревам. А тут на пневматике это получается очень дешево и это не так чувствительно к перегрузкам. Это изобретение вполне доступно широкому потребителю. Все благодаря небольшим размерам и дешевизне. Стоит оно в два раза меньше аналогов на гидравлике и механике. При этом такая платформа лучше передает ощущения в кабине автомобиля или самолета. Пневматический привод отличается от электрического тем, что с ним платформа двигается более плавно и мягко. В будущем на платформе появится кресло и дисплей для того, чтобы симулятор был полным. А вот как двигаться будет платформа, мы сейчас вам покажем. Вообще ее движение зависит от того, какая программа будет установлена в симуляторе для пилотов, водителей или геймеров. Управлять подвижной платформой можно в нескольких режимах. Сейчас у нас разработана программа для управления платформой Сёрта с джойстиком. Также реализована программа для ручного управления. Сейчас вы можете видеть, как платформа автоматическая выполняет движение по окружности. Платформой СГАУ уже заинтересовались несколько фирм. Изобретение ляжет в основу тренажеров для водителей автобусов и большегрузов, а также игровых симуляторов, конных скачек и автогонок. Впрочем, разработка пригодится не только индустрии развлечений, но и отечественному ракетостроению. РКЦ «Прогресс» будет испытывать на этой платформе датчики топлива ракеты-носителя. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Для них автомобиль – действительно необходимое средство передвижения. Самарцам, получивши травмы и профзаболевания на рабочем месте, вручили новые машины. За 9 лет в регионе авто получили более 350 инвалидов. Как машина адаптирует для людей, потерявших по вине несчастного случая, возможность передвигаться, увидела Марина Кравцова. Выжил чудом. Трагедия произошла 6 лет назад. Пилот гражданской авиации Сергей Черников опрыскивал поля от вредителей. Самолет потерпел крушение. Сергей тогда сломал обе ноги. Лечится до сих пор. Ходить учиться пришлось заново полностью. Сначала кресла, потом постели, потом палочки, потом одна палочка, потом без палочек. Ну, приходилось мысленно контролировать, как работает каждая мышца. Даже добраться до больницы тяжело. Автомобиль, буквально спасение. Теперь и трудностей станет меньше, и новую работу найти будет легче. Новые машины «Лад Гранда» получили 6 самарцев, пострадавших на производстве. Это те люди, которые получили травму, либо профзаболевание при исполнении своих должностных обязанностей. Один раз в 7 лет некоторым из них положено транспортное средство. Поэтому в год мы выдаем примерно от 23 до 130 машин. Автомобили на заводе специально переоборудовали. Управлять такими машинами можно без помощи ног. Все рычаги на руле. Это позволяет даже людям в инвалидной коляске передвигаться с комфортом. И, конечно, наша задача, задача власти заключается в том, чтобы как можно более эффективно помогать этим людям чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества. Но изменения видны. Да, мы все видим, что новые тротуары, новые дороги прокладывают с учетом тех ограничений, которые имеет эта категория людей. Мы видим, что более внимательные отношения в обществе. К тому же Самара станет одним из первых городов России, где будет организован специальный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой будет еще в Крыму. Один из актуальных вопросов – трудоустройство инвалидов. Задача для региона – трудоустроить как можно больше людей с ограниченными возможностями. Рабочие места уже нашли 42% инвалидов. Все эти люди, несмотря на непростую жизненную ситуацию, они работают, приносят пользу обществу. И, безусловно, для них обеспечение транспортными средствами – это большая поддержка для того, чтобы быть более мобильными. Кроме самарцев, автомобили получат жители Сызрани, Тольятти, Отрадного и Похвеснева. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Направляют в нужное русло. Сотрудники муниципальной предприятия инженерной системы в этом году прочистили десятки километров ливневой канализации, чтобы дождевая вода с городских улиц, что особенно актуально этой зимой, уходила в коллекторы, а не собиралась на поверхности. О том, как спасает город от затопления, репортаж Алины Чемерис. Они в ответе за то, чтобы самарские улицы не стали похожими на венецианские каналы. Сотрудники инженерных систем, координируя свою работу с муниципальными дорожными службами, приводят в порядок ливневые канализации во всех районах города. В Куйбышевском, говорят, работать сложнее всего. Слишком близко расположены реки и озера. Обычно дождеприемники приводят в порядок к весне и осени. Но когда погода преподносит сюрпризы, мастера инженерных систем в боевой готовности. 12 мобильных бригад, которые ездят по городу, знают низкие места, особо опасные места, где бывает скопление воды. Дождеприемники открываем вручную, откапываем. А где нет ливневой канализации, работают лососы и откачивают воду с дорог. В этом году рабочие прочистили почти 2000 дождеприемников, треть от их общего числа. В порядок привели более 60 километров ливневой канализации. Чтобы вода не мешала ни жителям, ни машинам, работы ведутся и во дворах, и на проезжей части. Круглые сутки на Самарских улицах дежурит спецтехника. Сначала рабочие опускают под землю и протягивают вдоль дороги вот такой шланг. Его хватает на 100 метров. Затем под высоким давлением очищают коллекторы, куда поступает дождевая вода, а с ней и вся грязь. После этого вот такой насос забирает весь мусор и его отвозят на полигоны. Рабочие шутят. Пока они на страже порядка, никакие зимние дожди и растаявший снег. Город не затопит. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Несмотря на температурные аномалии и совсем не новогоднюю погоду, праздник неумолимо приближается. Осталось всего 9 дней. На площади Куйбышева разноцветными огнями загорелась главная елка города. Дед Мороз, приехавший к нам из Великого Устюга, сказал волшебные слова, что у бусамарцев сбылись самые заветные желания. Что же загадала Мариана Мирная? Пусть она сама расскажет. Раз, два, три, елочка горит! Десятки людей, несмотря на проливной дождь, пришли на площадь Куйбышева. Главная елка города торжественно загорается разноцветными огнями. Право зажигать новогоднюю красавицу, конечно, у настоящего Деда Мороза, который приехал из Великого Устюга и дает напутствие всем жителям Самары. Девиз наш – творить добро. На благо не только Великого Устюга, на благо Вологодщины, на благо Самары, а на благо всего мира. Я надеюсь, что вы будете радовать моих внучат. Вам удачи и хорошего новогоднего настроения! Конец года – время подводить итоги и строить планы. В Самаре за прошедший год произошли кардинальные перемены, говорит Олег Фурсов, а также делится своими надеждами на год наступающий. Новый год несет нам новые перспективы, новые возможности, которые мы обязательно с вами реализуем. Дедушка Мороз шагает по стране дальше, тысячи детей ждут его появления. Но пока он на Самарской земле, нужно воспользоваться возможностью и загадать желание. Есть легенда, что чтобы заветное желание сбылось, нужно подержаться за посох настоящего Деда Мороза. Правда это, Дедушка? Верно. Если это доброе желание, оно обязательно исполнится. Ну, проверим это в будущем, а пока загадаем желание. Загадала и надеюсь, что оно в скором времени исполнится. Марьяна Мирная, Максим Гусев, Константин Головин и Дед Мороз. События. Самое заветное желание самарских водителей сбудется уже в этом году. Ремонт заводского шоссе начнется в конце декабря. Об этом говорили на заседании по предпринимательству в городской администрации. Проект реконструкции дороги от улицы Авроры до 22-го партсъезда длиной почти в 5 километров уже подготовлен. Планируется увеличить ширину проезжей части с 7 до 14 метров, поменять коммуникации, провести освещение, установить остановки, сделать парковки. Для пешеходов будут тротуары по обе стороны дороги, для велосипедистов – велодорожки. В первую очередь на заводском шоссе начнут переносить коммуникации. Его реконструкция повысит инвестиционную привлекательность Самары. В послании губернатора эта тема прозвучала. В таком варианте идет развитие по заводскому. Ну а все остальное, я думаю, если это действительно будет автомагистраль, то и все промпредприятия и объекты среднего малого предпринимательства вздохнут, во всяком случае, на этом этапе. Потому что действительно это основная транспортная, скажем, промышленная магистраль. На новогодних каникулах службы, отвечающие за безопасность людей, будут работать в особом режиме. Об этом говорили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Коммунальщики и служба благоустройства готовы встретить любые сюрпризы погоды во всеоружии на время каникул в боеготовности и пожарные. В это время по статистике увеличивается количество возгораний. При этом, если в будни среди погибших пьяные составляют больше половины, то в новогодние праздники их доля увеличивается до 95%. Чаще всего пожары возникают в квартирах из-за неправильного использования электрических гирлянд, невнимательного обращения с огнем и пиротехникой. Необходимо принять меры по ограничению использования пиротехники. Допустить использование только в специально отведенных местах, но ни в коем случае не во дворах. Пиротехническое изделие, залетевшее в форточку или на балкон жилого дома, может спровоцировать пожар. А сейчас поучительная история о том, как точно не стоит встречать Новый год. 16 лет в колонии строгого режима проведет Александр Сапожников. Приговор сегодня вынес Самарский областной суд. Мужчину обвиняли в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве 29-летнего самарца Александра Щербинина. Преступление было совершено в прошлую новогоднюю ночь. Застолье между малознакомыми людьми переросло в кровавую расправу, что послужило причиной трагедии неясно. Все ее участники были пьяны. В следствии удалось установить, что именно Сапожников расчленил тело молодого человека, а его девушке удалось спастись. Она-то и обратилась в полицию. По решению суда осужденный должен выплатить семье убитого миллион рублей, еще 600 тысяч. Он должен пострадавшей девушке. В убийстве мужчина так и не сознался, уверяет Александра Щербинина, якобы убила его спутница. Говорит, что потерпевшие обоюдно нанесли себе телесные повреждения. Он только признает сам факт, что он расчленил тело потерпевшего Щербинина с целью того, чтобы скрыть его и спрятать. С целью помочь Солодовникову избежать ответственности за совершенное преступление. Фигуранту еще одного резонансного дела приговор только предстоит. Выслушает три года и два месяца колонии общего режима. Такое наказание обвинение просит назначить Ричарду Филиппу Бочиусу. Как уже рассказывала телекомпания «Самары ГИС», гражданина Великобритании, бывшего сотрудника сам ГТО обвиняет в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Его задержали в августе этого года на съемной квартире на улице Лукачева в Самаре, где, по данным следствия, в кармане его одежды было найдено более 30 граммов гашиша. Более четырех месяцев британец находится в изоляторе. Ожидается, что приговор ему вынесут в январе следующего года. Сам Бочиусу своей вины не признает. Как и его адвокат, утверждая, наркотики ему подкинули. Доступ в съемную квартиру был не только у него. По данному уголовному делу, я считаю, больше вопросов, чем ответов. Прошу вынести в вас справедливые решения, не связанные с решением свободы моего подзащитного. Прошу принять во внимание положительные характеристики моего подзащитного. Наличие у него на изглении малолетней дочери. Исход гастарбайтеров. Только за этот год за пределы Самарской области выдворили 400 нелегальных мигрантов. Еще порядка 250 человек ждут отправления на родину. Все они находились на территории России незаконно. Документы были просрочены. Впрочем, дурной пример ничему не учит их соотечественников. В чем и убедился Павел Баймаков, отправившись вместе с силовиками в ночной рейд. Десять вечера. Девятиэтажка в Кировском районе Самары. Покой двух постоялец, данных в аренду квартир, нарушает стук в дверь. Управление Федеральной иммиграционной службы Самарской области. В квартире начинается суета. Мансура, так называет себя эта женщина, утверждает. Все документы в порядке. Начинает кому-то звонить, но без результата. Самой нужной бумажки и миграционной карты на руках не оказывается. Как выяснилось, она попросту просрочена уже несколько месяцев. Документы продляли? Нет? Продляли. А почему тогда сегодня к вам пришли? Не знаю. Похожая история в соседней квартире. Шахсана рассказывает, в России живет уже восемь лет. Проблем с законом не было и нет. По ее словам, все необходимые документы хранятся у родственников. У меня документы есть, мама попозже принесет. У меня со мной нет, у меня документы. Все нормальные, я боюсь, я потеряю, поэтому мамке даю. Она держит у меня документы. Пока родственники везут документы, нелегальных мигрантов везут в отдел ФМС. Проверка показала, Шахсана и ее маленький сын уже год незаконно живут в России. Теперь двум нарушительницам грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение на родину. Наказание ждет и хозяйку квартир, которые снимали женщины. Хозяйку квартир мы должны будем установить и будем рассматривать вопрос о привлечении ее к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 за предоставление помещения для проживания иностранному гражданину незаконно находящимся на территории Самарской области. В течение двух недель этих женщин и ребенка отправят на родину в Узбекистан. А всего-то и надо было заплатить немного денег и оформить документы. Одних только патентов на работу за 11 месяцев этого года в областном УФМС выдали более 46 тысяч трудовым мигрантам из 49 стран мира. Павел Бимаков, Григорий Плешаков. События. А сейчас коротко о других темах дня. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Существом на нескольких крупных транспортных перекрестках произошло в Самаре около 10 часов утра из-за аварии на воздушной линии электропередачи. Обесточенными оказались светофоры на московском шоссе «Революционный», «Гагарина Авроры», «Авроры Мариса Тереза», «Гагарина Карбышева». На видео, присланном нам очевидцам, видно, что тут же образовался транспортный коллапс. На место ЧП сразу же выехала аварийная бригада электросетей. Любителям делать ремонт по вечерам или громко слушать музыку придется вести себя потише. Под занавес уходящего года Самарская губернская дума приняла давно анонсированные поправки в закон о тишине. Теперь за шум ранним субботним утром грозит штраф в 3 тысячи рублей. При повторном нарушении в 5 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составляет от 8 до 15 тысяч рублей. Шумным организациям придется раскошелиться до 20 тысяч рублей. Ранние санкции были в несколько раз меньше. В Самарском аэропорту Курумыч умер 7-летний ребенок. Мальчика с тяжелым заболеванием родители везли в московскую больницу. В аэропорту ребенок почувствовал себя плохо. Родители обратились в медпункт, но врачи помочь ему не успели. Мальчик скончался. Сейчас сотрудники Следственного комитета России выясняют обстоятельства. До пяти лет лишение свободы грозит телефонному террористу. В полночь в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в одной из гостиниц на улице Победы в Самаре заложена бомба. На место сразу же выехали все экстренные службы города. Вызов оказался ложным. 32-летнего безработного злоумышленника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. В новогоднюю ночь общественный транспорт в Самаре будет работать в усиленном режиме. До двух часов ночи 1 января будут работать троллейбусные маршруты номер 4К и 8, трамвайные номер 5, номер 20, 22. Автобусные маршруты номер 52, 34, 24, 67 и 70. Остальные автобусные маршруты будут работать до 4 часов ночи. В наступающем году пенсия вырастет на 4%. В феврале произойдет индексация ее трудовой части, а в апреле – социальной. В среднем пенсия увеличится на 500 рублей. В Самарской области государственную поддержку получают почти миллион пожилых людей, практически каждый третий житель губернии. Однако не все фирмы-предприятия и частные предприниматели отчисляют деньги в пенсионный фонд. Общий долг за 2015 год составил почти 5 миллиардов рублей. Всего же удалось собрать 77 миллиардов, что на 3% больше, чем годом ранее. Конечно, если бы не было таких больших долгов в наших предприятиях, то, конечно, и обеспеченность собственными средствами была бы еще выше, но это позволяло бы, может быть, государству увеличивать размер индексации нашим пенсионерам. Что происходит с курсами валют? Как изменилась сегодня цена на нефть? Актуальные новости финансового рынка у нашего экономического обозревателя Андрея Троя. Коррекция продолжается. Второй день подряд котировки нефти показывают восходящую динамику. За баррель сорта Brent на бирже дают 36 рублей 53 копейки. Вслед за нефтью медленно укрепляется национальная валюта. На 24 декабря Центробанк установил курс доллара США на отметке 70 рублей 93 копейки. За евро дают 77 рублей 54 копейки. Золото стоит 2462 рубля за грамм. Серебро стоит 32 рубля 47 копеек за грамм. Недавно аналитики провели стресс-тест банковской системы страны и выяснили, что даже при цене нефти в 35 рублей она способна удержаться от краха. На ближайшее время аналитики дают прогноз по медленному росту черного золота примерно до 38-40 долларов за баррель. А на сегодня это все. Удачи в делах. Курс на молодежь. Сегодня городские власти обсудили планы на 2016 год с представителями студенчества и молодежных объединений. Их больше тысячи в Самаре. На тематических площадках подвели итоги работы. Ежегодная конференция в этот раз собрала больше 200 участников. Такой формат помогает нести изменения в проекты, исходя из предложений активистов. Особое внимание уделили трудностям, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы. Я здесь вижу очень много знакомых лиц, людей, которые настолько искренне верят и убежденно верят в свое дело. Ваши предложения так или иначе для нас крайне важны, потому что от этого зависит, что мы будем делать дальше. А сейчас пришло время новостей спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Новый велотрэк и бассейн построят в столице региона. Рокировки в Самарском большом хоккее. Причины и последствия. Хоккейный декабрь в Самаре начался с больших перемен. Пост главного тренера ЦСКА ВВС покинул Владимир Шаханов. Он три года руководил командой. Через несколько дней его уже увидели на тренерском мостике Тольяттинской ладьи. Четыре игры первенства высшей хоккейной лиги военными летчиками руководил Павел Десятков. Тренерские рокировки объяснил президент клуба. Встряхнуть команду после того, как с трех выездов команда привозит по 4, максимум 5 очков. Совместно с руководством Министерства спорта, руководством хоккейного клуба ЦСКА ВВС будет принято решение о дальнейшей судьбе хоккейного клуба, о дальнейших путях развития. Сергей Сошников – новый главный тренер военных летчиков. В хоккей человек не случайный. Прошел спортивную школу от игрока до директора клуба «Белые тигры» из Оренбурга. За плечами высшая школа тренеров. Практикует силовой и атакующий хоккей. Мы должны представлять Самару город-миллионник и больше населения в чемпионате ВХЛ. За это будем биться, к этому будем идти, чтобы не только по финансовой составляющей завоевать право. Это гораздо проще делается. Ну и по спортивному принципу быть достойными представлять главный город региона, высшие лиги. ЦСКА ВВС ждет глобальная перезагрузка. Как клуб поменяет юридический статус, появится стабильное финансирование. От игрового балласта команда избавляется. Расположение уже покинули четыре спортсмена. Руководство пытается вернуть самарских высококлассных хоккеистов. Домашняя арена «Ледовый дворец спорта» ждет реконструкции. В городе должны появиться дополнительно еще две хоккейные школы. Только тогда команда мастеров ЦСКА ВВС может уверенно выступать в чемпионате ВХЛ. Спорт-площадка для чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре не ограничится только ультрасовременным стадионом, который, по мнению экспертов, станет самым красивым, комфортным и практичным в стране. В будущем рядом с ним построят «Ледовый дворец спорта», «Дворец водных видов спорта» и «Крытый велотрек». Как говорится, в столице региона появится мощный и современнейший спортивный кластер. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самарегис в кабельных сетях Горда, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»